Празднование 1071 дня рождения Углича началось с марш парада духовых оркестров и возложения цветов к памятнику Часовни защитникам Отечества во все времена. Вместе с Углическим муниципальным духовым оркестром по Успенской площади торжественно прошествовали и гости города. Духовой оркестр Министерства обороны Российской Федерации и муниципальный духовой оркестр города Ярославля. Музыкально-армейская тема обозначила начало праздника не случайно. В нынешнем году исполняется 300 лет 63-му Углическому пехотному полку, в котором служили и сражались за Россию наши земляки, начиная с петровских времен. Этот юбилей занял центральное место в праздничной программе, но прежде были традиционные поздравления руководителей области и района. Прибывший на день рождения Углича губернатор Ярославской области Сергей Вахруков придал большое значение этому событию. Город Углич, древний и вечно молодой, является жемчужиной земли Ярославской. Да, наверное, сегодня и не только Ярославской, потому что он известен во всей нашей России, во всем мире. Известен он сегодня не только своей славной историей, известен он и тем, что сегодня, развиваясь, город становится все лучше и краше. И мне сегодня хотелось бы в первую очередь поздравить самих угличан и поблагодарить их за то, что они смогли сохранить великолепие истории города и сегодня создают новый, глядящее в будущее Углич, у которого есть прекрасные перспективы. Прекрасные перспективы Углича определяют значительные достижения угличан. О них говорила глава района Элеонора Шереметьева. Мы строим заводы один за другим и в сентябре-октябре мы открываем новый технопарк с национальными, транснациональными компаниями, не к станции Семрос. Мы строим жилье. Мы завоевали первые места в областных соревнованиях. Первое место среди школ заняла школа номер пять. Первое место среди школ дополнительного образования получила наша музыкальная школа. Наш историко-художественный музей произвел буквально фурор в области Венеции, Италии, организовав там выставку икон историко-художественного музея из города Углича. Надо было видеть это восхищение, которое было на лицах итальянцев, любителей и знатоков искусства. А наша художник Валентина Максимова с большим успехом представляла Углич в самом центре культуры Европы Парижа. И ей рукополискал Париж, и о ней писали газеты Парижа. А знаменитый Андрей Павлов не только на Угличской земле. Он занял третье место на международном московском конкурсе «Романсиада без границ». И я бы могла бы еще говорить о наших достижениях, о подвигах трудовых наших людей. Спасибо вам, дорогие угличане, за ваш созидательный труд. Спасибо за то, что мы все делаем для того, чтобы наш Углич был городом благополучным и комфортным. И, конечно, громадное спасибо нашим деловым партнерам за их дружбу, за их симпатии к Угличу. И, конечно, за те финансовые поддержки, которые они нам оказывают. В течение торжественной части Углич поздравляли с днем рождения руководитель Ярославского регионального исполкома партии «Единая Россия» Сергей Бабуркин, представители делегации немецкого города Побратима Иштайн Вильма Бергман и Ханс Баат и другие. Поздравительная телеграмма пришла в адрес угличан из города Героя Севастополя, который напрямую связан с историей угличского полка. Наши предки защищали Севастополь во время Крымской войны. И в настоящее время одна из улиц этого города носит название «Угличская». Недавно там также открыли памятную доску, посвященную угличанам, героям Крымской войны. А на углической праздничной сцене чествовали героев сегодняшнего дня. Угличан, которые в суете буден, не забывают историю родного края. Юбилейным знаком 300 лет углическому полку наградили исследователи истории 63-го углического полка, заместители директора углического историко-художественного музея Виктора Ерохина, начальника отдела ГОЧС администрации углического муниципального района Владимира Тилкова и краеведа Алексея Кулагина, бывших воинов, ветерана Великой Отечественной войны Василия Гологанова и участника интернациональных войн Георгия Епатка. Юбилейным знаком 300 лет углическому полку был отмечен, к сожалению, рано ушедший из жизни основатель кадетского движения в Угличе, бывший директор школы номер 5 Евгений Пучков, награду которого вручили его семье. Дело Евгения Борисовича успешно продолжает нынешний директор пятой школы Наталья Мишустина и ее ученики. Наталью Алексеевну и 12 лучших кадетов, а также бывшего ученика пятой школы, ныне курсанта Суворовского училища Сергея Никитченко, также удостоили почетной награды памятным знаком 300 лет углическому полку. Традиционно в честь дня рождения города прилюдно на Успенской площади чествовали профессионалов своего дела, самые крепкие семьи, отметившие свои юбилеи, почетных граждан города. В этом году в их ряды влились бывший заместитель главы района Олег Яковлев и ведущий архитектор ОАО «Ярреставрация» Семен Новиков. За высокие достижения в муниципальной и общественной деятельности, знаком «За заслуги перед Углическим муниципальным районом» был награжден председатель Муниципального совета Слободского сельского поселения Михаил Смирнов. Центральное событие дня города состоялось после торжественной части. На стадионе «Чайка» с участием губернатора области Сергея Вахрукова и главы района Элеонора Шереметьевой открыли долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный за счет трех бюджетов при содействии партии «Единая Россия». Председатель ее высшего совета, председатель Государственной думы России Борис Грызлов прислал угличанам поздравительный адрес по этому поводу, который озвучил и передал главе района руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Сергей Бабуркин. С новосельем поздравил углических спортсменов губернатор, еще раз подчеркнув, что угличу сегодня уделяют пристальное внимание и администрация области, и федеральные структуры. И сдаваемый объект – наглядное тому подтверждение. О том, что это внимание заслуженное, свидетельствует темпы развития углича. Каждый день рождения города у нас отмечается с дачей какого-либо объекта. Всего за год был подготовлен подарок спортсменам – физкультурно-здоровительный комплекс на стадионе «Чайка». Действительно рекордный срок, всего за год. И мы построили. Почему говорю «мы»? Потому что «Единая Россия», «Федерация», «Область» и бюджет Угличского муниципального района. Причем на равных, по одной трети. И получился великолепный комплекс. Я от всей души желаю всем крепкого здоровья. Я желаю, чтобы массовая физическая культура вошла в наше сознание так, чтобы мы, наконец, стали здоровой нацией. Здоровая нация – это успешная нация. Всем желаю начинать день зарядки, приходить в этот комплекс и набираться здоровья. С праздником вас, дорогие угличане! После того, как перерезали традиционную красную ленточку, все желающие угличане и, в первую очередь, юные поколения получили возможность ознакомиться с внутренним содержанием физкультурно-оздоровительного комплекса, который по своему обустройству и набору оборудования отвечает мировому уровню. Здесь просторный универсальный игровой зал, позволяющий заниматься 11 видами спорта, вплоть до фехтования, и два тренажерных зала с профессиональным оборудованием. Рядом просторные светлые раздевалки и душевые с комфортными кабинами. Есть в открывшемся физкультурно-оздоровительном комплексе комфортабельное место для отдыха и специализированный медицинский кабинет. Необходимый для занятий спортом микроклимат поддерживается современным оборудованием. С открытием ФОКа его полноправными хозяевами стали углические спортсмены. Они в первую очередь и оценили все достоинства нового спортивного объекта. Я очень рада, что открыли такое здание, такой физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь очень красиво. Мы сами принимали участие здесь при открытии, поэтому нам очень понравилось. Мы думаем, что здесь останемся. Это очень хорошо для нашего города. Впервые построить такой зал, где будут развиваться не только баскетбол, но и много других видов спорта, где это способствует дальнейшему развитию спорта в угличе. Ну и наконец-то на нас могут прийти зрители, увидеться тут трибуны. И теперь мы сможем принимать у себя дома игры баскетбольные. Все пока что не только устраивает, даже восхищает, можно так сказать. На фоне основных событий, которыми был отмечен 1071 день рождения углича, в городе в течение дня проходило множество мероприятий для всех возрастов и на все запросы. Работали фотовыставки, традиционная ярмарка народных промыслов и ремесел, кулинары предлагали отведать блюда национальной кухни. Большой и разнообразной была детская развлекательная программа. Ближе к вечеру взрослые и дети устремились на берег Волги, где в районе лодочной станции собрала немало зрителей и участников красочная театрализованная развлекательная программа «Нептун-шоу». Во второй половине дня в парке Победы соревновались представители интеллектуального вида спорта. Там проходил шахматно-шашечный турнир на приз углической газеты, а журнал «Угличье поле» проводил розыгрыш призов. Здесь же играли духовые оркестры, которым потом пришли на смену разудалые гармонисты и частушечники. Но о том, как праздник удался, судили сами его участники – угличане и гости города. В Москве такого не найти, точно. Интересный, очень старинный город. Очень приятно, что возрождаются традиции русские народные, обычаи, традиции. И приятно, что организовываются все-таки гуляния какие-то для людей. Я уже третий год приезжаю на День города. Здесь мне нравится чем? В субботу, что День города в субботу. Приезжают знаменитые артисты. Я приезжала, значит, был Сюткин, Лолита. В том году я восхищена была, что был хор турецкого. В этом году я жду Валерию. С удовольствием мне очень нравится. Большое спасибо всем организаторам Дня города, города Угличья. День города, это ведь стали не так давно отмечать. И с каждым годом он проходит лучше и лучше. И все-таки это, я считаю, что нужное мероприятие. Оно вдохновляет людей, объединяет как-то. И в это время люди как-то ближе становятся друг к другу. И понятнее, наверное. Елена Куликова, Иван Туркин, Тимур Соломнишвили, Оглическое общественное телевидение. Продолжение следует...